Собственно, привет мой друг, ты снова на моем канале и ты смотришь сегодня обзор табака Оринга и про него я сейчас маленькую историю расскажу. Этот табак ко мне попал еще наверное ну месяца 8 назад мне его прислали из Краснодара, целую коробку 200 граммовых банок, но на тот момент он меня вообще не впечатлил и я даже не снимал на это обзор. Конечно, производитель ждал от меня обзора, но я на этот табак обзор так и не снял, мы с ним встретились в Челябинске на суровом фесте, я им все объяснил, сказал, что блять, ну я не снимал на это обзор, потому что получилось, ну собственно, вы поняли почему. Недавно мы с ним тоже опять встретились и он мне передал вот таких вот 9 баночек пробников маленьких 50 граммовых и сказал, прокури их и какой бы итог и какое бы мнение мое не было, запиши видос. Сейчас у меня здесь на Маклауде я забил вкус арахис, я его еще в самом начале покурил, потому что мне дико прям нравятся вот эти арахисы, кукурузы и все остальное, кроме всяких странных вкусов. Колоссальное изменение полностью в целостности всего табака. Конечно, очень плохо, что ребята стартанули с плохой такой ступеньки и с плохим таким продуктом, что оставило отпечаток собственно на всем бренде. Тут-то есть два варианта, либо делать ребрендинг и никому об этом не говорить, либо уже через кровь и пот вытягивать свой бренд и доказывать всем, что все-таки охуенный у нас табак. Ребята выбрали второй вариант и давайте собственно посмотрим, что у нас получилось и что у нас здесь есть. У нас здесь вот такие вот маленькие баночки, очень прикольные. Я всегда говорил, что у Аринка хоть и не очень сам продукт был, но по маркетингу у них все очень приятно. Они очень хорошо акцентируются именно на покупателя, потому что всегда приятно держать в руках такую массенькую баночку, пускай она будет большая, которая с красивыми наклейками, с полностью всей информацией и всем другим. Потому что ты, держа это в руках, ты понимаешь, что тебе не дадут здесь покурить какой-то химической хуйни, от чего ты можешь травануться или просто сжечь себе всю слизистую. Очень приятно. Также ребята сразу акцентируют свой табак на предстоящие законы о нумерации вкусов. Допустим, в Европе такие законы уже вступили в силу. И там уже нельзя рисовать на самой пачке с табаком фрукты, не фрукты и все остальное. Есть лишь только номера и название бренда. Здесь уже есть у нас номера каждого вкуса, но как бы картинки все еще остались. Что касается самого табачного листа, он очень сильно поменялся. Он стал более мелкой нарезки, он стал более стабильно пропитан и равномерно. Собственно, все это в нем есть. Стал немного темнее вроде бы, если меня не подводит моя память, а скорее всего подводит. И стал более насыщенный по запаху и менее едкий, потому что старый линейк, старая партия, то есть самая первая была, так сказать, немного ужасная. Так вот, у меня есть 9 вкусов, я их, собственно, все прокурил. Что касается бергамота, прикольный бергамот, более-менее настоящий и никак почти не передается именно Эрл Грей, потому что многие называют в табаке бергамот Эрл Греем, да, то есть... Но здесь есть прямо такое разделение, что такое бергамот и что такое Эрл Грей. Второй вкус у нас яблоко. Ну, яблоко мне не очень, не очень понравилось, потому что я ожидал от яблока немного другое. Здесь более какое-то сладкое яблоко, но оно мне не очень понравилось, я ожидал более чего-то кислого. Банан, как всегда, обычно в топчике очень приятный такой банан с оттенками йогурта. Как будто, вы знаете, когда вы банан вот откусите и долго во рту его так... Обдесну его, начинаете молоть. Так, следующий вкус у нас есть кофе. Кофе горький, такой крепкий кофейный вкус. Больше, скорее всего, зерна, как многие чем подумают, чем какой-то капучино, латтеи. Кто помнит альфакеровская капучино, ставь лайк. Так, груша. Груша. Нет, груша, груша прям отдает конкретной химии, и надо что-то с аромками у них менять. Арбуз, это прикольно. Да, арбуз я курил, он более, знаете, не то чтобы арбузный, а он более вот... Дирол арбуз, жвачки, вот этот вот привкус именно искусственного арбуза, который добавляет во всякие сладости. Чернослив. Ну, не знаю, он менее черносливный, он более какой-то кондитерский у них получился. Ну, да, надо бы добавить больше жести в этот аромат чернослива, чтобы он прям конкретно вас срезал. Лимон, лимон у них топчик приятный. Именно такой кисленько-свежий лимон, без сладости и всего остального в табаке. И, конечно же, арахис, который я курю. Арахис? Арахис, арахис однозначно в топку, это не орехи, это именно арахис со скорлупкой, который немного поджарили, то есть жареный арахис. В принципе, по вкусу мы разобрались, давайте уже поговорим, собственно, о самом табаке. А по крепкости он также остался по этой ебучей, ебанутой, просто конченной системе от 1 до 10 на уровне 6-5. Не очень крепкий, не боится на данный момент перегрева. На трех углях, считайте, сколько мы его, минуты 3, наверное, не курили. При этом с ним все нормально, соответственно, уже огромный плюс. Также в табаке все равно осталась вот эта нотка. Я не знаю, от чего она идет, но во многих табаках я ее чувствую. Это связано, наверное, больше с негативом, нежели с позитивом в данном продукте. Вот что-то есть такое, вот то, что мне вот в нем не нравится, но по идее табак как бы хороший. Курить сейчас его можно, он такой курибельный, я не знаю просто, как это правильно описать. По насыщенности нормальный, по времени курения, ну, мы его курили вдвоем примерно грамм 12-13. Ну, курился у нас стабильно он 40 минут, со вкусом где-то минут 40-45. Также у меня есть какая-то бумажка, и здесь написано «Здравствуй, друг, ты держишь в руках банку с курительным табаком для кальяна, это табак Оринго». Здесь, собственно, все написано, что и из чего сделано. Естественно, конечно же, что он самый крутой, ничего в этом нету, поэтому мы как бы не лохи, да. Мы прекрасно разбираемся с табаком, и когда он хороший, мы говорим, что он хороший. И когда он плохой, мы скажем, что он, ну, такой не очень. Поэтому бумажки нам эти не нужны, мы и без них разберемся в данном случае. Примерно по своей оценке этому табаку на данный момент я поставлю где-то 7 с натяжечкой такой, да, вот прям 7. По мне это очень хорошая оценка для такого табака. Но старой партией, которая была Оринго, никому, конечно, не желаю ничего плохого, тем более Эдику. Но это было так себе, сказать вам, ну, не очень. Поэтому, собственно, вот так вот с вами был Дава Дым, это табак Оринго. Курите на здоровье, ссылочки на производителя я оставлю. И уже, думаю, можно начинать тестировать его уже как с нового листа, с новым сырьем, с новым ароматизатором и с новой технологией. Думаю, как-то можно сказать так вот. Так что ставь лайки, пиши комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok